С ветерком по новой дороге. Валерий Романов, староста деревни Хормала и Бресенского района, долго бился, чтобы на главной улице появилось твердое покрытие, по которому с комфортом могут ездить автомобили. Строить дорогу начали еще в 2015 году, но дальше проекта дело не пошло. И только в этом году все сдвинулось с мертвой точки. Чтобы построить один километр дороги, из местного бюджета выделили более двух с половиной миллионов рублей. В нашей деревне покрыли на улице Николаева дорогу, щепневые покрытия делали. Очень хорошая дорога для легковых машин, для машин, для транспорта. Сделали дорогу еще для людей. Дорожка хорошая и мостик здесь сделали, вода по краям все текла. Теперь очень хорошо у нас здесь. Вода течет, куда надо, по руслу уходит. Дорога с твердым покрытием появилась и в соседних деревнях Хом-Яндабы и Андрюшево, Хармалинского сельского поселения. Правда, построили их уже в рамках реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. На общем собрании жители приняли решение, что дорога с твердым покрытием очень нужна, особенно в межсезонье, когда по деревне ни проехать, ни пройти. В марте начали собирать деньги. По проекту инициативного бюджетирования от населения собирали 40%, это по 5 тысяч рублей с каждого двора и 60% республиканское бюджетирование. На этой дороге длиной 430-450 метров. В следующем году и на другой улице планируем такую же дорогу. Вообще в 2018 году уже 12 поселений района реализовали свои проекты. Отметим, что всего в инициативном бюджетировании участвуют 217 сельских и городских поселений всех муниципальных районов республики. Лидерами по количеству реализуемых проектов являются Маргаушский, Красночитайский, Канажский, Урмарский и Чебоксарский районы. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика.